Наконец-то! Воздуха не хватало! Если мы просто выпрямим спину, мы ее зажмем только в другую сторону. Вот это зажатые голосовые связки. И за счет этого ты не успел проснуться и уже хочешь спать. Лицо всегда как будто бы немножечко воняет вокруг. Это самая распространенная зона. Зажимы, которые есть у каждого из нас. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. С Мариной Гончаровой. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. Я актриса, театр и кино и эксперт по раскрепощению и коммуникации. Я помогаю неуверенным в себе людям раскрепоститься и коммуницировать, чтобы достигать успеха в жизни. И темой сегодняшнего нашего выпуска являются зажимы, которые есть у каждого из нас. Мы с вами уже говорили, что такое зажимы, но на всякий случай я повторю. Если мы берем телесные зажимы, то зажим – это когда наши мышцы задействуют больше энергии, чем это необходимо для выполнения действия. И если это происходит повсеместно в разных частях нашего тела. Когда мы даже не чувствуем этих зажимов, мы становимся более злыми или более испуганными, или более усталыми. Например, знаете тот факт, что во многом, когда человек проснулся и сразу же устал, да, вот этот мем про то, что не успел проснуться, а уже хочешь спать, возникает из-за того, что у нас множество маленьких зажимов по всему телу, которые не проходят. Это хронические зажимы, потому что мы их не чувствуем. И поэтому организм все время работает на максималках. То есть ему там надо просуществовать 18 часов, но у него батарейка работает не на 100%, а на 150%, потому что мышца все время в напряжении. И за счет этого ты не успел проснуться и уже хочешь спать. И за счет этого мы постоянно чувствуем апатию, безразличие и желание просто заваляться, завалиться на бок. В большинстве своем зажимы у всех индивидуальные. Да, у кого-то икры зажаты, потому что он баскетболом занимался, а у кого-то зажаты пальцы ног, потому что у него плоскостопие. Однако есть пять очагов умственного напряжения, которые зажаты абсолютно у каждого из нас. Почему? Потому что те зажимы, про которые я говорила на примере икр или пальцев ног, это зажимы, которые возникают от внешнего состояния. То есть, например, у меня там дисплазия суставов, и из-за этого у меня зажаты стопы ног. И за счет этого у меня идет огромное количество проблем с моей проявленностью. Но это все-таки от физического к психологическому. А есть пять очагов умственного напряжения, пять частей нашего тела, которые возникают из-за головы. Что происходит? В тот момент, когда ваш организм испытывает какой-то стресс, у вас в надпочечниках начинает вырабатываться кортизол. То есть, например, вы услышали какой-то страшный шум, мы испугались. У вас мозг послал сигнал, что опасность, организм начал вырабатывать кортизол, и тут же мозг пустил это напряжение, как будто бы, знаете, ему нужен выход, ему нужно куда-то транслировать это напряжение, и он пустил это в пять частей нашего тела. И абсолютно у каждого из нас эти пять частей зажаты. Какие же это части? Не буду больше вас томить. Смотрите, друзья, я сейчас вам буду называть какую-то область умственного напряжения, и после этого признаки. Постарайтесь эти признаки отслеживать. Не обязательно, что это должны быть все признаки разом. Может быть, один, два, а может быть, все. Возможно, эти признаки не связаны с зажимом. То есть, например, у вас там хроническая мигрень, и то, что у вас болит голова, не говорит о каком-то зажиме. Однако прислушаться все-таки стоит. И попробовать понять, какие же у вас очаги умственного напряжения сильнее всего активизированы. Итак, первая область умственного напряжения – это область вокруг глаз. Это глаза, это брови, и это немножечко лба. Первые признаки. У вас часто болит голова. Возможно, это проблема со здоровьем. А возможно, это всего лишь на перенапряжение глаз. И из-за того, что мышцы все время в жестком тонусе, у вас идет давление на голову, и из-за этого она болит. Второй признак. Люди считают, что вы злой, или расстроенный, или испуганный, а вы просто спокойный. То есть, знаете ситуацию, когда ты просто сидишь, а к тебе говорят, что случилось? Ничего со мной не случилось. То есть, ваше лицо не выражает того, что с вами сейчас на самом деле происходит. Третье. Вам не нравится ваше отражение в зеркале. Слишком грустный, слишком уставший, слишком напряженный. Да, чаще всего это происходит за счет области вокруг глаз. Четвертое. Люди на улице обходят вас стороной. Это связано с одним фактором, который вытекает из области вокруг глаз, про который мы поговорим дальше. Но если у вас никогда не спрашивают дорогу на улице, например, а у вашего друга спрашивают, то это повод задуматься над тем, что у вас действительно не совсем контакт с вашими глазами. Следующий признак того, что у вас зажата область вокруг глаз, а если быть конкретнее, то зажаты именно брови, это когда вы улыбаетесь людям, но иногда они не улыбаются вам в ответ. Значит, у вас нет особого коннекта с вашими бровями, потому что это важный фактор коммуникации, про который мы будем говорить позднее. Еще один признак. Кто-то считает, что вы часто всем недовольны. А вы, например, не недовольны, что говорит о том, что снова нет контакта с лицом. Когда вы записываете селфи, вам не нравится ваша мимика. И изобразить эмоцию злости вам легче, чем эмоцию радости. По этим признакам можно судить о том, что у вас зажата область вокруг глаз. Это довольно часто зажатая область. И, например, у меня это самая зажатая область, и мне постоянно приходится следить за тем, чтобы она была расслаблена. Следующая зона умственного напряжения – это носогубная складка. Вот эта вот штучка. И главный принцип – это такой главный признак – это вечно недовольный человек. Это знаете, помните Сквидварда из Панчбоба? Вот у него очень сильно зажатая носогубная складка. Вот человек, у которого лицо всегда как будто бы немножечко воняет вокруг, говорит о том, что что-то ему нужно делать с этой зоной. Ну, это я шучу, но на самом деле действительно так. Еще один признак – это то, что вы старше выглядите. То есть часто женщины делают себе уколы всякие вот в эту зону, чтобы разгладить, чтобы выглядеть моложе. А часто это всего лишь перенапряжение мышц. Слишком зажатые пять органов, пять частей умственного напряжения, за счет чего человек выглядит старше. Как только человек научается пользоваться своим организмом, как только он научается снимать эти зажимы, сразу он выглядит моложе на 10 лет, и оказывается, что никакие уколы ему нафиг не нужны. Следующая зона умственного напряжения – это рот. Это самая распространенная зона. Чаще всего у большинства людей именно эта зона зажатия всего. Если у вас когда-либо были брейкеты или пластинки, или капы, у вас 100% зажат рот, если вы ничего с этим не делали. То есть я, например, была профессиональной актрисой уже на тот момент, уже умела снимать эти очаги умственного напряжения, но вдруг решила поставить себе элайнеры, чтобы исправить прикус. И мне пришлось заново все делать, заново убирать область напряжения в этой части, потому что снова, потому что у вас какой-то инородный объект в организме, конечно, это вызывает только спазм. И этот спазм перерастает в зажим. Какие признаки того, что у вас зажатый рот? У вас неестественная улыбка. Вам она не нравится, знаете. Вы либо стесняетесь своей улыбки, либо она у вас вымученная. У вас, снова же, так как это все близко, вид старше, чем есть на самом деле. Вы иногда выглядите хмурее, чем вы себя ощущаете. Люди предпочитают вас считать строгим человеком, нежели человеком общительным и коммуникативным. Вам не нравится ваша речь или ваша дикция. Иногда люди не понимают, что вы говорите. У вас частые проблемы с зубами. Знаете, иногда люди скрипят во сне. Вот это тоже очень хороший признак того, что у вас зажатый рот. Еще один классный признак. Если вы долго смеетесь, то рот начинает болеть, потому что мышцы не умеют расслабляться, они все время в перенапряжении и настолько сильно устают, что начинается судорога. Вообще рот – это наши эмоции. Если мы посмотрим на наше лицо, то мы поймем, что оно очень многое значит. Например, если мы возьмем, что глаза – это зеркало души, которые отражают наши мысли, а все наше лицо – это картина, то если мы возьмем, например, брови, то брови – это рама. Если мы уберем у человека брови, мы почти ничего про него не поймем. Хотя, казалось бы, брови – брови. Но брови – это огромный важнейший фактор коммуникации с людьми. Через брови мы отражаем все ситуации и все отношения. А рот – это эмоции. Рот – это чувствование. Рот – это наша душа, которая вырывается. Если глаза – это зеркало, то рот – это проводник. И если он зажат, то коннекта особого у нас не будет. Следующая зажатая зона из пяти очагов умственного напряжения, то есть четвертая – это шея. Очень тяжелая зона. Ее сложнее всего расслабить. Но чаще всего, если ее получается расслабить, то это самый мощный результат. Почему важно эту зону расслаблять? Потому что шея – это прямой контакт с мозгом. То есть у вас вот здесь кровь. Она гоняется у вас вот так по телу. И когда она пытается дойти до мозга, чтобы насытить его кровью, кислородом, и получилось все чики-пуки, вы хорошо работаете, она вдруг сталкивается – кровь, в смысле, с трафиком, с пробкой. Потому что вот тут у вас все закупорено, и мозг не получает достаточно кислорода и достаточно крови. В тот момент, когда человек впервые… Почему это самый эффективный, яркий эффект вау возникает, когда расслабляешь шею? Потому что в тот момент, когда человек расслабляет шею, его кровь и его кислород начинают туда прям пуляться. Потому что «Наконец-то! Воздуха не хватало!» И, конечно, сразу кружится голова. Конечно, сразу такой чрезмерный избыток кислорода в организме и тебя немножечко уносит. И это правильно, это хорошо. Поэтому за шеей надо отдельно следить. Помимо этого, шея очень сильно влияет не только на общее состояние организма, потому что если мы не насыщаем кислородом и кровью мозг, то, конечно, мы не чувствуем себя достаточно дееспособными, как мы могли бы чувствовать, если бы все поступало в должной мере. Помимо этого, шея очень сильно влияет у нас на голос. Потому что, вот смотрите, попробуйте провести эксперимент. Возьмите два пальчика. Вот тут вот у нас находятся голосовые связки. Мы чуть позже поговорим, как они выглядят. И попробуйте вот так вот нажать на них и понять, как сильно меняется ваш голос. Не давите сильно, умоляю вас. А вот чуть-чуть просто потрогать. Вообще ничего не меняется в моем позиционировании голоса, но послушайте, как сильно меняется голос. Вот это зажатые голосовые связки. У большинства из нас вот такие связки все время. Просто мы их не чувствуем, потому что у нас зажатая шея. И за счет этого у нас другой, ненастоящий, некрасивый голос. И пятая зона умственного напряжения – это спина. Спина принимает на себя все удары. То есть, знаете, если мы берем такой поддон, то все падает, там у нас несколько слоев есть. Глаза, носогубная складка, рот, шея и спина. И вот что-то капает в глаза, что-то капает в рот, но абсолютно все в какой-то мере оседает у нас на спине. Спина у нас, знаете, по хребту у нас. Все, что у нас в жизни бьет по хребту, оседает у нас на спине. И что происходит? Во-первых, физическая – это осанка и плохое самочувствие, потому что снова у нас прямой канал не работает. У нас становится извилистая дорога вместо ровной, по которой идет кровь и кислород. У нас портится осанка, у нас портится голос, у нас портится походка, у нас грудная клетка сужается, у нас из-за этого проводник информации через солнечное сплетение не проходит. То есть мы не можем передавать информацию, потому что мы максимально зажаты. Поэтому наша задача – спинку не просто выпрямлять. Тут большая ошибка. Если мы просто выпрямим спину, мы ее зажмем только в другую сторону. Наша задача – спину расслаблять. Итак, у нас есть пять очагов умственного напряжения, которые абсолютно у всех людей зажаты. Область вокруг глаз, носогубная складка, рот, шея и спина. Попробуйте найти свою самую большую зону умственного напряжения и обратить на нее внимание. Если у вас что-то в жизни происходит, какой-то стресс, сразу подумайте об этой точке. То есть, например, у меня сразу зажимаются глаза. Я знаю, у меня брови уходят вот сюда. И я становлюсь гринчем. Я это прекрасно понимаю. У кого-то брови наверху ползают, у кого-то челюсть зумаются, зумы. Кто-то шею подгибает. У каждого своя реакция, но она есть. Попробуйте ее отследить. И попробуйте начать ее снимать, хотя бы пока просто вниманием. То есть, вот что-то произошло, у вас какой-то уровень стресса, что-то вам не понравилось, вы поругались с кем-то, кто-то на вас накричал, не знаю, вы уронили себе на ногу что-то неприятное, услышали страшный звук. Обратите внимание на то, какая часть из пяти органов, из пяти очагов умственного напряжения у вас сильнее всего напряглась. И попробуйте именно эту часть услышать. Потому что мозг, он очень сильно хочет, чтобы вам было комфортно. Он не снимает эти зажимы не потому, что он не хочет, а потому что он их просто не видит. У него такое количество информации, что он не успевает за всем. Это просто физически для него невозможно. В тот момент, когда вы сами целенаправленно думаете о какой-то одной части своего тела, то мозг уже начинает расслабляться. Попробуйте и поделитесь в комментариях, как у вас и что с этим получится. А главное, какая у вас зона умственного напряжения сильнее всего активно. Встретимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. А у вас забиты трубы и не получается. Смотрите. Нет, не покажу. Не хрустит шея. Она обычно хрустит, как у имбирного пряника. Потом покажу.